Уважаемый Нарсен Абишевич, дорогие друзья, добрый день. Мне очень приятно приветствовать участников 12-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Наши ежегодные совместные встречи с участием глав регионов давно стали хорошей традицией, добрые, как в таких случаях говорят, традиции, и, что гораздо важнее, они играют существенную роль в развитии многопланового стратегического партнёрства между двумя странами. Сегодня в этом зале присутствуют руководители 28 российских и казахстанских областей. Однако география нашего межрегионального взаимодействия, конечно, намного шире. Тесные контакты с казахстанскими партнёрами поддерживают 76 из 85 субъектов Российской Федерации. Для многих из них Казахстан является крупнейшим внешнеэкономическим рынком. В лидерах Татарстан, Свердловской области, Челябинской, Оренбургской области. У каждого из этих регионов товарооборот с Казахстаном превышает миллиард долларов США. Во многом именно благодаря региональной активности из года в год российско-казахстанские экономические связи крепнут, расширяются и, что очень важно, диверсифицируются. Начиная с 2003 года, когда состоялся первый межрегиональный форум по инициативе президента Казахстана, кстати говоря, взаимная торговля выросла в шесть раз – до 21 миллиарда долларов по итогам прошлого года. В этом году, по данным за январь-июнь, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются наши экономики, несмотря на колебания национальных валют, курсов национальных валют, и несмотря на то, что стоимостной объём несколько сократился, тем не менее объём товарооборота физический увеличился на 3,2%. Расширяются взаимные потоки капиталов. В Казахстане накоплено 11 миллиардов долларов российских инвестиций. Из них полтора миллиарда долларов вложено в прошлом году. То есть этот процесс продолжается. Создано более 11 тысяч совместных предприятий во всех отраслях экономик. Активно развивается и нормативно-правовая база двухстороннего межрегионального сотрудничества. На полях нынешнего форума подписаны новые документы между Удмуртией, Волгоградской, Омской, Ульяновской областями России и Октюбинской, Западно-Казахстанской, Паладарской областями Казахстана. В общей же сложности между нашими регионами заключено уже порядка 300 соглашений. Они охватывают самые разные области взаимодействия, от промышленной кооперации до совместных культурных и образовательных программ. Сегодняшний форум посвящен одному из, пожалуй, наиболее важных направлений межрегионального сотрудничества. Мы предметно поговорим о том, как нарастить двустороннее взаимодействие в сельском хозяйстве, затронем в вопросы обеспечения продовольственной безопасности наших стран. Россия и Казахстан имеют богатый опыт совместной работы в аграрно-промышленном комплексе. К этому форуму в Сочи приурочена и специализированная выставка, посвященная нашей совместной истории и достижениям в этой области. Наши народы вместе героически поднимали целину в 1955-1965 годах, наращивали производство зерновых, и сегодня Россия и Казахстан входят в число ведущих экспортеров зерна на мировом рынке. Мы, сообща, запускаем новые совместные проекты, в том числе по сборке тракторов в сельском и другой сельскохозяйственной технике. «Россельмаш», например, в Акмалинской области, и тракторные заводы в Североказахстанской области работают. Мы уделяем дополнительное внимание и производству минеральных удобрений, продуктов питания. Большие резервы видим в расширении взаимных поставок продовольствия. Сегодня на сельскохозяйственную и пищевую продукцию в общем объёме двустороннего товарооборота приходится менее 9%, 1,2 миллиарда долларов. И, конечно, здесь очевидно совершенно очень большие перспективы. Ситуацию эту мы можем и должны поменять. Ожидаем услышать на этот счёт конкретные предложения от профильных ведомств и руководителей регионов. Думаю, что весьма полезные идеи обсуждались также и в ходе Российско-казахстанского делового совета и третьего молодёжного экономического форума, которые прошли сегодня утром и накануне. Согласитесь, зачем везти из дальних стран овощи, фрукты, молочные, мясные товары, отдавая заказы чужим поставщикам, когда наши собственные производители готовы, хотят работать, выходить на общий евразийский рынок со своими не уступающими, хочу подчеркнуть, а часто даже превосходящими по качеству продуктами. Россия уделяет приоритетное внимание вопросу замещения сельхозпродукции импорта. У нас сформирован перечень из 460 инвестпроектов, направленных на расширение внутреннего производства товаров этой группы. На их поддержку из бюджета выделено 265 миллиардов рублей. Отмечу, у нас уже есть и серьёзные достижения. В этом году ощутимо увеличилось производство молочной продукции, мясной, рыбной продукции, и, соответственно, на 26%, 6, 5, 6%. В работе по импортозамещению российская страна готова к самому тесному взаимодействию с партнёрами из Казахстана, а также всего Евразийского Союза и других стран. Мы заинтересованы в выстраивании производственных и технологических цепочек в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, в других отраслях смежных. Убеждён, такое сотрудничество пойдёт на пользу всем, безусловно, всем его участникам, сообща легче повышать конкурентоспособность на мировом рынке, снижая зависимость от западных поставщиков. В этом гарантия экономической и продовольственной безопасности нашей страны. Уверен, что у нас уже у вас состоялась интересная дискуссия, контакты интересные. Надеемся почувствовать этот накал и в ходе нашей сегодняшней встречи. Большое спасибо за внимание.